итак дубль 2 пытаюсь еще раз показать вам как вот такое плечико нужно делать снимается неважно мы берем кусочек трикотажного любого полотна примерно вот такой квадрат и по диагонали укладываем сюда свое плечико обычная здесь еще для удобства закладываю вот такую вот складочку потому что не всегда получается сделать сразу все хорошо и натянуть можно использовать какие-то свои колготочки я делаю здесь вот такую складку так чтобы все перекрывалась и и вот такая здесь у меня складочка будет крупная большая закалываем этой стороны здесь мне не хватило тряпочки поэтому я ее добавила закалываем вот с этой стороны и изнутри сейчас будем все выстрачивать обыкновенным образом все подтянули все расправили и начинаю строчить первая строчка ограничивает наше плечико то есть я хочу его сделать еще и покороче мне вот эта длина будет лишний вот например так разворачиваемся идем в обратную сторону я думаю что я его еще покороче сделаю но это уже подработает наш оверлок разворачиваемся и вот такими вот стежочек вот такими вот действиями спокойненько выстрачиваем изнутри и я уже начинаю формировать так называемый валик то есть я не дохожу с этой строчкой до самого конца я не дохожу с этой строчкой до самого конца видите где останавливаюсь вот ой нажалась ушли сюда опять еще больше не дохожу то есть я начинаю формировать вот этот валик вот так и допустим делаем еще одну строчку и уйдем до конца ну вот что у меня получилось надеюсь вам это видно теперь мы берем ножницы и аккуратненько все лишнее подрезаем а потом я пойду на верлок и все это обметаю вот так вот мы убрали все лишнее я думаю я их еще верлоком немножко покороче сделаю но это тоже еще пока не все обметали у нас остались хвостики заправляем их то есть закрепляем завязываем их узелочками можно по-разному это делать я делаю это вот так потом беру вот такую штуку пропускаю между слоями либо между слоями ткани либо просто под нижней строчкой верлока делаем вот так и отрезаем лишнее все это мы сделали затем берем ниточку с иголочкой так надеюсь вот это нам будет видно и начинаем вот такими широкими стежками стягивать внутреннюю поверхность нашего плечика мешается мне конечно машинка камера так настроена видите и я подтягиваю все время подтягиваю добиваясь вот этой вот подковообразной формы чтобы она четко лежала вот видите один раз прошла но этого мало чтобы закрепить я иду в обратную сторону и формирую вот такую вот крепкую уже нашу вот ребро внутреннее вот такое ребро и в принципе на этом можно было бы нам с вами и остановиться но чтобы было очень красиво я еще добавляю одну историю сейчас я вам тоже ее покажу я перехожу на верхнюю часть нашего плечика и посмотрите такими же стежками не мне нравится когда у нас окат рукава лежит на плечике и сама граница этого плечика очень такая четкая остренькая и симпатичная вот это же ее вот так вот потихонечку стягиваем сначала в одну сторону пробежались вот таким образом и чтобы это было поярче смотрите идем в обратную сторону вот такими вот произвольными стежками крест на крест они у нас получаются так ну вот хорошо что ниточки мне хватило и мне не нужно останавливаться то есть вот так я подрабатываю обычно свои плечики формируя им вот такую вот подкова образную форму надеюсь сейчас будет все нам видно делали остановочку и убрали вот пожалуйста посмотрите как это выглядит оно наденется на любое плечико покатая плечико любое будет поддерживать только вот эту часть вот такая у нас получилась картинка надеюсь в этот раз было все видно Colleen Каклупо Хорош Продолжение следует